В эфире программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно знать о жилищно-коммунальной сфере. Сегодня в нашем выпуске. Надеются на собственников. Региональный оператор рассказал о своих планах на начало следующего года. Какую пользу коммунальной сфере могут принести добровольцы? Ответ в нашем сюжете. Что волнует самых активных собственников жилья, обсудили на пятом форуме председателей самарских ТСЖ. Программа капитального ремонта в цифрах. 223 дома полностью заменили инженерные системы. 510 отремонтировали крышу. 22 дома заменили лифты. И 75 жилых зданий обновили и утеплили фасады. И все это за два года. К сдаче в этом году готовится еще около тысячи домов. И темпов работы областной фонд капремонта снижать не планирует. В настоящее время по 2016 году у нас идет подготовка сметной документации. Я думаю, уже в этом году и в следующем, в начале января, будем направлять активно сметы на согласование с собственниками. И в этой связи хотелось бы к собственникам тоже обратиться, чтобы они не затягивали с принятием решений, проводили общее собрание и принимали как можно скорее согласование наших смет. Свыше двух тысяч жителей области собрались на форум, посвященный Международному дню волонтера. Каждый самостоятельно мог выбрать добровольческую программу, в которой готов участвовать. Побывав на форуме, съемочная группа программы «Кто в доме хозяин» пообщалась с добровольцами, которые уже сейчас помогают собственникам решать жилищно-коммунальные вопросы. 14-й региональный форум добровольцев объединил свыше двух тысяч человек. На шести площадках из десятков проектов каждый мог выбрать дело по душе. Одна из основных целей сегодня – это рекрутинг. По-русски агитация за хорошие проекты, информация. И каждый, кто еще пока не участвовал, он что-то услышит, увидит, познакомится с ребятами, с активом, который уже в этой теме. И, конечно же, наверняка ему захочется в следующий раз что-то сделать или стать участником конкретного проекта. Социальное добровольчество подойдет тем, кто бескорыстно готов помогать детям, инвалидам, ветеранам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кто не прочь поучаствовать в городских и государственных праздниках, могли присоединиться к проектам событийного добровольчества. А еще здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, образование. А вот съемочную группу программы «Кто в доме хозяин» привлек проект, связанный с добровольчеством в жилищно-коммунальной сфере. Его участники помогают собственникам стать полноценными хозяевами в собственном доме. Все привыкли, что добровольцы – это люди, которые зачастую работают только руками и убирают, прибирают и что-то делают, благоустраивают, участвуют в благоустройстве именно своим прямым участием. Мы пошли немножко дальше и попросили добровольцев принимать участие в организации и проведении такой больной темы, как общее собрание собственников. Помогают, опять же-таки, готовят документы, бабушкам помогают, разъясняют какие-то их, опять же-таки, права. А иногда просто даже собрать людей на одно мероприятие – это тоже требует много рук, ног и прежде всего головы, для того, чтобы правильно объяснить и разъяснить, что же мы будем делать. Руководитель проекта Сергей Алпеев с коммунальными проблемами столкнулся, став студентом. Приехав в Самару, начал снимать квартиру и столкнулся с неправильным начислением в квитанциях. Тогда-то на собственном опыте и убедился, что без посторонней помощи в коммунальных вопросах не обойтись. Так появилась идея достаточно необычной формы добровольчества. Помогая людям, и сам стал неплохо разбираться в вопросах ЖКХ. Есть две формы проведения общего домового собрания – это заочные. Мы, собственно, наши волонтеры проходят по домам с бланками. И вот вопросы, какие есть, поднимаются для общего собрания жильца. Собственно, вот именно по жителям проходят. Не собирают, не народ собирает, грубо говоря, на улице, а именно по домам проходят. Потому что зачастую люди, которые хотят что-то изменить, у них не хватает времени, чтобы пройти все дома. И у них нет на это времени. Тут мы тоже помогаем. Программа «Кто в доме хозяин» рассказывала о добрых делах, которые коммунальные добровольцы уже успели сделать в этом году. В Куйбышевском районе ребята помогли жильцам провести общее собрание и не допустить открытия на первом этаже дома разливайки. А в одном из домов Октябрьского района на общем собрании собственников жильцы проголосовали за установку пандуса для ребенка-инвалида. Капитально о ремонте. Для председателей Советов многоквартирных домов Кировского района Самары организовали специальный семинар. Участникам рассказали обо всех нюансах масштабной программы, которая охватит многоквартирные дома во всем регионе. На семинаре побывали и мы. За два года в Самарской области привели в порядок около двух тысяч жилых зданий. Где-то отремонтировали фасад, где-то починили крышу. В некоторых домах и вовсе заменили все инженерные системы – электричество, водопровод, отопление и канализацию. Все благодаря региональной программе капитального ремонта. Программа работает и работает успешно. Не зря область ставит пример другим регионам. Однако у жителей все равно остаются вопросы. Естественно, что по капитальному ремонту очень много вопросов. Во-первых, очень много недоработок и очень много вопросов от жителей у нас в Кировском районе. Очень многие люди не соглашались с тем, что нужно платить. Вы сами понимаете, через какое время мы живем. Что каждая копейка на что, а в основном здесь живут пенсионеры в этих домах в Кировском районе. И в основном рабочие. И для них это очень тяжело. Для председателей Советов многоквартирных домов Кировского района организовали специальный семинар. Представители фонда капитального ремонта ответили на вопросы, которые интересуют жителей. Первое, что такое вообще капитальный ремонт и почему надо платить взносы на капитальный ремонт. Как они будут складываться в общем котле, либо на специальном счете. И как их можно будет потом тратить. Как контролировать ход проведения капитального ремонта. Это, наверное, самое главное, потому что это многих интересует. Сможем ли мы сами контролировать ход проведения работы. Да, можем. Собственники и сами подписывают акты выполненных работ и проверяют этот ход работы. То есть в полном объеме имеют полное право проводить все работы по контролю. Но вы знаете, люди очень потом воспринимают адекватно все это. Когда мы им рассказываем о том, что очень много лет дома не ремонтировались, тем более капитально, что все оббешало. И что этим домам уже по 70 лет, ну как минимум 50. И люди понимают, что у государства таких денег нет, чтобы сразу отремонтировать все дома. Очень многие соглашают. Однако эффективнее всего, говорят участники семинара, срабатывает эффект наглядности. Видя, как преобразуются фасады соседних домов, или наблюдая за тем, как идут работы в собственном доме, люди начинают понимать. Капремонт – серьезное мероприятие, которое, безусловно, поможет навести порядок в их доме. Капремонт – и не только. На пятом ежегодном форуме председателей самарских ТСЖ, объединившем самых активных собственников недвижимости, разговор шел о наиболее актуальных для ЖКХ темах. Наша съемочная группа выяснила, какие вопросы интересуют собственников. Количество собственников, решивших стать полноценными хозяевами в своем доме, растет в Самаре год от года. Это значит, что растет в областном центре и количество товарищей. Сейчас их около 1200. По мнению экспертов, свою эффективность они доказали делом. ТСЖ, ТСН, ЖСК – это форма управления многоквартирным домом. Причем, нужно сказать, что многоквартирные дома, которые находятся под управлением ТСЖ, ТСН, ЖСК, они на порядок, наверное, лучше и выгоднее смотрятся, обслуживаются, чем те многоквартирные дома, которые находятся под управлением управляющей компанией. Вот уже несколько лет программа «Кто в доме хозяин» пропагандирует опыт самых передовых товариществ. Но даже у самых активных и деловых председателей в ходе работы постоянно возникает масса вопросов. Очень остро, говорят они, например, стоит проблема неплатежей. Ведь ТСЖ – структура некоммерческая, и платить за потребляемые ресурсы может только за счет взносов. В настоящий период времени нас всех волнует вопрос о том, как повысить платежную дисциплину. И вот как раз закон 307, вот он сейчас на эту тему издан, и мы, естественно, очень ждем результатов, как будет работать этот закон. Потому что по всем ТСЖ, по всем ЖСК, управляющим компаниям, должников достаточно много. Но, безусловно, самыми актуальными в настоящее время остаются вопросы, связанные с реализацией программы капитального ремонта жилья. Она считает председателя ТСЖ, безусловно, необходима. Но многое в ней до сих пор все-таки остается непонятным. Для того, чтобы нашим людям все-таки жилось надежно в наших домах, и более удобно, и в красивых домах, чтобы люди проживали, и при этом, чтобы это не выходило им очень дорого. Поскольку на форуме эта тема будет раскрываться, естественно, будет очень много вопросов, на которые бы мы хотели услышать ответы. Проведя мониторинг наиболее частых обращений, да, конечно, всех очень волнует тема капитального ремонта. То есть, соответственно, мы постарались пригласить представителей фонда, общественности для обсуждения и выработки какой-то единой позиции при проведении капитальных ремонтов на многоквартирных домах ТСЖ и ЖСК. Ни один вопрос председателей, заверили нас эксперты, не останется без ответа. Достаточно актуальная тема – это коммунальные ресурсы. Тут много, скажем так, этапов, пока коммунальный ресурс доходит до конечного потребителя. И, естественно, на всех этих этапах может возникать какие-то сбои, проблемы, возможно, недопонимание. Соответственно, мы постарались организовать секцию, куда пригласили наши крупнейшие ресурсы, снабжающие организации, чтобы также пообщаться, выработать какую-то единую политику, где-то, скажем так, решить уже, скажем так, возникшие проблемы, где-то озвучить, возможно, нерешенные и решать их в дальнейшем. То есть, постарались сделать как бы максимально по интересам и по, скажем так, потребностям председателей ТСЖ и ЖСК. Участникам форума, например, объяснили нюансы теплоснабжения, ведь для получения тепла в отопительный период собственники тоже должны потрудиться. И об этом участникам форума напомнили. Всем кажется, что вот есть она, батарея, и ей ничего не будет. Я вас уверяю, если не готовить дом к зиме, значит, летом, а зимой не готовить его к летнему ГВС, ничего в этом доме не будет. Закладывать мероприятие по подготовке системы отопления, системы ГВС в бюджет жизни дома, значит, обязательно необходимо контролировать здесь работы. По словам участников, подобные мероприятия являются серьезным подспорьем в таком непростом деле, как руководство беспокойным хозяйством в виде товарищества собственников жилья. Мы ежегодно такие форумы посещаем всем коллективам. Все сотрудники нашего ТСЖ, как правило, бывают. Секции, которые мы посещаем, приносят достаточно много пользы нам. И я считаю, что такие форумы надо проводить, потому что вопросов в сфере ЖКХ нерешенных достаточно много до сих пор. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете достучаться до своей управляющей компании или недовольны работой ТСЖ, пишите нам на электронную почту. До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния».